Дорогие друзья, напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Меня зовут Суходов Алексей, и сегодня мы по традиции с Сергеем Анатольевичем Сибиряковым проведем для вас вебинар. Вначале это будет вводный вебинар, затем уже более расширенный, где мы осветим те новости, те события, которые произошли за прошлую неделю. Ну и, собственно, то, что нас ожидает в ближайшее время, это, конечно же, смена дискаунта. То есть это то, что мы ждали фактически более двух с половиной месяцев, и это время сейчас, соответственно, настает. И так как первая часть у нас в первую очередь для тех людей, кто в первый раз присутствует, то давайте максимально проголосуем, ответим, кто у нас не слышал ранее о проекте Skyway на подобных вебинарах. То есть тем я рекомендую нажать циферку 1 для того, чтобы я понимал, насколько глубоко нужно погружаться в азбуку Skyway. И азбуку Skyway все мы ранее начинали изучать, и те, кто присоединялся в проект в 2014 году, все мы начинали с АЗОВ. И в Skyway невозможно выучить до конца. То есть это та наука, которая опережает действительно время. И многие проекты уже есть, которые рассчитаны к созданию в 2020 году. Также, собственно, вот в ближайшее время это 2018 год, это 2019, 2020. И все это будут новые поколения. Новые поколения технологий, которые все можно объединить под термин струнная технология Анатолия Эдуардовича Юницкого. То есть именно об этом мы сегодня с вами пообщаемся. Те, кто присутствует в особенности в первый раз, внимательно, пожалуйста, впитывайте информацию, потому что это действительно возможность, которая бывает раз в сто лет. Сейчас это уже максимально очевидно, понятно, доступно, наглядно видно, невооруженным взглядом. Не нужно в телескоп исследований, макроанализа, каких-либо сравнений с капитализацией ведущей корпорации смотреть, потому что уже все видно невооруженным взглядом. Те результаты, которые мы достигли, они говорят сами за себя. Ну а для начала давайте вспомним, что такое интернет и что такое тот технологический уклад, в котором мы сегодня живем. То есть это эпоха хай-тек технологий, это то, что нас окружает, мир интернет-вещей. А что такое интернет-вещей? То есть этот термин специальный был выделен и вначале он мне казался странным, но сейчас я не могу представить себе жизнь без Wi-Fi соединения, без Bluetooth соединения. И даже сейчас есть возможность удаленно включать, работать пылесос, запускаться кофеварку, когда вы находитесь вообще в другой стране. То есть интернет фактически для нас абсолютно нейтрализовал какие-либо границы перемещения в информационном пространстве, в IT-пространстве и сделал возможным выполнение любых действий в виртуальной среде, перемещение любых объемов информации из точки А в точку Б. И данные проходят действительно в свой путь очень и очень быстро. Чего не скажешь о современной транспортной составляющей. И на самом деле сейчас мир весь затаился в ожидании того, что же будет после интернет, какая сеть. А мы позиционируем, что это будет мировая транспортная, энергетическая, коммуникационная, информационная, социальная и даже финансовая сеть Transnet, которая в первую очередь будет основана на струнных технологиях Анатолия Эдуардовича Юницкого. Как интернет, все хай-тек технологии, вся микропроцессорная электроника, закон Мура и многое другое, что раньше было нам неизвестно, все это основано на кремниевых технологиях. И вы все прекрасно помните название стартаповской такой высокотехнологичной долины, как кремниевая долина. И можно спозиционировать наш экотехнопарк как зарождение новой долины. И это уже будет либо небесная долина, либо струнная долина. Но, соответственно, из названия вы можете понять, что основополагающими технологиями станут другие технологии. И они не то что заменят, они дополняют то, что необходимо сегодня рынку, необходимо сегодня потребителю. Создав максимально плотный рынок, соответственно, будет формироваться максимальная капитализация. И сегодня каждый из вас может принять участие в распределении этого будущего мирового рынка. В десятки триллионов долларов оценивается только мир интернет вещей. Если говорить вообще про концепцию, то, что будет формироваться с помощью струнной технологии, это и сами дороги, то есть это километры дорог в начале, потом десятки километров, потом сотни, тысячи, сто тысяч. И я задавал такой интересный вопрос, мне было интересно, у Рода Хука, нашего активного партнера, инфраструктурного строителя бизнеса Skyway на сегодняшний день. А в прошлом, в недавнем, это бывший министр транспортного департамента Южной Австралии, развития инфраструктуры. И я задал вопрос, Рода, как вы считаете, вот первый миллион километров дорог при отсутствии противодействия проекту, при каких-либо отсутствии сильных вмешательств конкурентов, как вы думаете, через сколько будет построен первый миллион километров дорог струнных? Он сказал такую цифру, как 10-12 лет. За сколько будет построен первый миллион километров дорог, это, естественно, мы увидим, что касается именно струнных дорог. Но я могу сказать, что это будет построено намного быстрее, чем был построен в мире первый миллион автомобильных дорог, первый миллион километров оптоволокна, допустим, был проложен. И монтаж, строительство действительно еще более простое, еще более эффективное, еще более скоростное, и не только перемещение, но и строительство. И этого ожидают на сегодняшний день крупные корпорации, транспортно-логистические корпорации, те, кто занимается горнодобывающей промышленностью, то есть все сырье нужно каким-то образом ввозить и не со скоростями далеко 20-22 километра в час, как это бывает в случае применения железнодорожного транспорта. То есть это статистика. Статистику, которую сегодня не вырубить топором, так скажем, как слово не вырубить топором, так и статистику, и единственное, с ней можно бороться реальными показателями реальной инновационной технологии. Чем и является технология SkyWay, это действительно недостающее звено не только в будущем мировой логистике, но и в повседневной жизни каждого живущего сегодня на планете Земля. И раньше я думал, что более где-то 50-60% будут пользоваться технологией SkyWay. Сейчас я уверен, 99% будут использовать так или иначе струнные технологии. И вся концепция началась далеко не 5 лет назад, не 10 лет назад. Фактически уже осталось совсем недолго, когда можно будет назвать, что путь струнных дорог Анатолий Эдуардович идет уже 40 лет. И он не просто идет, он ведет за собой команду, которая сквозь года становится все сильнее, все сплоченнее. И сейчас эта команда вообще из более чем 500 тысяч людей по всему миру, которые верят в идею SkyWay. И если бы так верили, допустим, в конце 70-х годов, когда началось развитие вообще струнной технологии, началось он далеко не со струнного транспорта, Анатолий Эдуардович решил такими крупными сразу мазками рисовать картину будущего мира и формировать концепцию, каким образом можно вообще вывести промышленность в открытый космос, как можно снизить тот потенциал, который на сегодняшний день планета наша испытывает в плане экологического загрязнения. И вот недавно ураган Мэтью пронесся и унес очень много человеческих жизней. Вначале это была Мексика, Куба и так далее, потом уже на Флориду переместился. И Хилари Клинтон, президент, возможно, будущей страны под названием США, сказала такую вещь, которая примечательна на самом деле. Это все из-за изменения климата и будет еще хуже. Давайте предпринимать какие-то меры и применять те технологии, которые, соответственно, будут минимизировать изменения климата, потому что иначе Флорида будет просто скрыта. Под водой в ближайшее время. И в дальнейшем всю Америку может ожидать такая неприятная участь, именно из-за изменения климата. Что касается технологии SkyWay, я говорю про наших, так скажем, прародителей, именно струнного транспорта. Это концепция общепланетного транспортного средства. Это очень сложное инженерное техническое сооружение. По всей длине экватора будет простираться данная конструкция теоретически. И далее за счет действия магнитного поля, за счет раскрутки маховика линейного электродвигателя, который вы видите справа вверху, соответственно, будет создаваться центробежная сила, которая будет выталкивать всю эту конструкцию наверх, и одновременно эта конструкция будет расширяться. Не так сильно расширяться, менее чем на полтора процента, и на высоте 300 километров за счет уравновешивания центра масс земли. Я извиняюсь, как бы тут техническими только словами можно говорить. Можно говорить, конечно, про эффект барона Минхаузена, и это абсолютно верно, потому что действительно уравновешивание центра масс земли равноценно тому, что барон Минхаузен вытаскивал себя из болота, тянув сам себя за голову. И вот если примитивно так выражаться, в этом и заключается, научно было описано в монографии, публикации в серьезных расчетах струнные системы на Земле и в космосе, которую Анатолий Эдуардович представил многие-многие года назад. В 1988 году была конференция по неракетной индустриализации космоса, но потом, вот я говорил, что если вдруг наша технология не будет встречать сильного конкурентного противодействия, тогда не было более полумиллионов сподвижников, тогда не было какой-то движущей силы, в том числе в плане финансирования. И, соответственно, эту идею пришлось не то что отставить, но оптимизировать и прийти уже к концепции струнного транспорта, то есть рельсового транспорта, перемещающегося по стальному рельсу. Это легкая ажурная путевая структура, конструкция такая вот невесомая, казалось бы. Вы увидите зил, уходящий в небо, вот на слайде. Это фактически как ниточка. Можно и не заметить даже, если человек с плохим зрением увидит только зил. И есть решение, чтобы еще менее видимой делать эту всю конструкцию, путевую структуру. И почему вот этот слайд представлен, потому что именно в 2000-х годах, именно при знакомстве с Лебедем Александром Ивановичем, Сергеем Анатольевичем Собиряковым, настала такая вот переломная фаза развития проекта SkyWay. Это, соответственно, то, что начался строиться технопарк, наш первый технопарк в городе Озер, в Московской области. И почему он начал строиться? Потому что Сергей Анатольевич сумел донести концепцию, каким образом не вывести промышленность в открытый космос. То есть об этом разговора не было, но каким образом вывести Россию в экономические лидеры по мировому развитию менее чем за пять лет. Вы представляете, я думаю, какой личности был Лебедь Александр Иванович. И, соответственно, действительно, через несколько недель был выделен первый транш. Была также проведена в 2009 году. И вдумайтесь, как бы, с 2001 по 2009 год данный технопарк стоял и проводил различные испытания и лабораторные исследования. И в 2009 была проведена даже презентация Дмитрия Анатольевича Медведева, одним из губернаторов, господином Морозовым, на госсовете по инновациям. Далее даже планировалось выделение в районе одного миллиарда рублей на применение технологии Skyway и ее развитие. Но потом, как по дуновению такой вот череды какой-то напасти на технопарк в городе Озеры, он был вообще уничтожен и стерт в буквальном смысле с лица земли. То есть данная конструкция была распилена, разрушена и увезена в буквально неизвестном направлении. Нашли только вот ЗИЛ. И остались обломки. Можно это все посмотреть при большом желании. Но, кстати, вот за всю историю, более двух с половиной лет, фактически уже скоро три года участия в проекте, очень мало людей приезжало туда, чтобы убедиться, что да, действительно, полигон в Озерах существовал, это не фотомонтаж и так далее. Но, что касается фотомонтажа, наши недобросовестные конкуренты занимались фотомонтажом. И вот Анатолий Эдуардович Юницкий стоял под путевой структурой с доказательством тому, что действительно он не сомневается в своей технологии, ничего не рухнет. И если сомневаться, то это был бы риск значительный. И также Анатолий Эдуардович стоял со своим бывшим коллегой, инженером, расчетчиком, Дубатовка. И как раз вот недобросовестные наши конкуренты потом умудрились стереть, причем не так профессионально, потому что экспертиза все показала, что действительно фотошопом фактически был стерт Анатолий Эдуардович с фотографией, поэтому даже по поводу суд был, который за островные технологии выиграли. И это была доказательная база также, что действительно струнная технология принадлежит только Анатолию Эдуардовичу Ницкого. Он основоположник и, соответственно, может решать, в каком направлении двигаться. В 2013 году, я могу сказать, еще один переломный момент настал. Очень приятный и очень знаковый для меня, в первую очередь, так как я всегда мечтал развивать через сетевое построение бизнес, помогать развитию подобной корпорации. И в начале, я помню эти бессонные ночи, да и сейчас бессонные ночи, перед сменой дисконта особенно, потому что желают партнеры получать консультации, техподдержка у нас работает очень серьезно. И почему вот эти все отделы работают? Потому что началась эпоха краудинвестинга в развитии компании Skyway и проекта Skyway струнных небесных дорог. Это был крайний шаг уже, дорогие друзья. После него, наверное, стоило бы остановить этот проект, потому что это был финальный шанс и финальная попытка запустить этот проект. И с 2013 года по 2016 год, ну, фактически не в самом начале 2013 запустился проект, где-то в середине. И такое бурное развитие началось прямо в 2014 году. Именно что касается сети и повышения интереса потенциальных инвесторов, людей, которые поверили в идею. И действительно, это правильно был выбран путь. Сегодня огромное количество людей по всему миру, более чем в 92 странах, кто инвестирует, кто просто наблюдает, кто просто помогает, распространяя эту благую весть, благую идею, что скоро появится на земле струнный транспорт, транспорт второго уровня, который снизит экологическую нагрузку на землю, который сможет перемещаться в 2-3 раза дешевле, в 3-4 раза быстрее, со значительной экономией топлива и так далее и тому подобное. Каждый помогает как может. Кто-то голосует рублем за состоятельность технологии, долларом, евро, биткоином, даже не побоимся этого слова. И мы все развиваем на сегодняшний день 4 направления. Это легкий прогулочный транспорт, это городской пассажирский транспорт, это грузовой транспорт. Естественно, высокоскоростной. И даже 5 направление в уме мы держим. Это гиперскорости уже. Если высокоскоростной это 500-600 км в час, то гиперскоростной это уже более 1100 км в час. Это действительно очень серьезные показатели. Но нужно отработать доказательную базу, научную. Нужно отработать саму технологию. И сейчас мы по этапам приближаемся постепенно к тому, что мы закладываем на 2018 год. То есть это испытание высокоскоростного транспорта. В ноябре будут продемонстрированы в движении, соответственно, перемещение подвижного состава легкого прогулочного и городского пассажирского по одной и той же путевой структуре, которая, если говорить про опоры, имеет составляющую, ну, не более массивную, чем обычные фонарные столбы. То есть там такие вот Г-образные опоры. Сейчас, чуть попозже, я обязательно вам это покажу. И действительно, сейчас мы можем сказать, то, что мы говорили, то, что мы декларировали, это действительно происходит в реальности. И я могу говорить очень долго о Skyway. Я могу говорить на технические моменты, на маркетинговые моменты. Немножко по адресным проектам. Немножко почему, потому что лишь малая часть известна тех адресных проектов, которые действительно сейчас закладываются. Именно те адресные проекты, с которыми непосредственно я, Сергей Анатольевич, сталкивались другие наши активисты, которые по России, по миру развиваются. Но все в оконцове передается, естественно, в головную компанию, потому что именно ЗАО «Струнные технологии» является генподрядчиком, генеральным проектировщиком и так далее, и тому подобное. То есть в чем плюс сегодня вообще вот быть совладельцем хотя бы на частичку головной компании? Потому что ЗАО «Струнные технологии» и международная компания Skyway будет входить в качестве участника в различные адресные проекты на различный процент. И во всех проектах, в которых будет принимать участие Skyway, именно головная компания, от всех этих проектов будет идти прибыль. А таких проектов мы можем сказать, что будут десятки до 20-30 где-то крупных проектов, действительно крупных. И далее уже сотни тысяч и может даже десятки тысяч, если говорить про применение, допустим, легкого прогулочного транспорта. Вначале в парках, потом это будет распространяться вообще на все города и будет создавать вообще новейшие города. Есть концепция линейных городов в Анатоле Эдуардовиче. Но все это замечательно. Не имело бы никакого смысла, честно признаюсь, если бы мы не имели сегодня те результаты, которые имеем в действительности. То есть в первую очередь максимальная доказательная база это строительство, это создание реальных машин и создание реальных образцов путевой структуры, реального строительства. На сегодняшний момент это три направления. Это городской пассажирский совмещенный с высокоскоростной, это городской пассажирский совмещенный с легкой трассой и, соответственно, это грузовое направление. Я не мог предположить, честно говорю, в начале развития проекта, что мы сможем достичь тех результатов, но это еще раз доказывает, что действительно стратегия была выбрана верно. Это народное финансирование. Я хотел бы остановиться буквально вкратце на тех датах, с которых началось развитие строительства. Это 29 июня, заключение договора аренды в городе Марина Горка, Республики Беларусь. И вот уже фактически в начале сентября началось бурное строительство рытье первых котлованов. Строительство длится уже чуть-чуть побольше года. И мы показываем то, что шло по планам. То есть чуть попозже я вам сброшу ссылку обязательно на планы. У нас всего 15 этапов. Сейчас мы переходим на 8 этап. То есть, по идее, осталось чуть больше, чуть меньше половины. Но эта половина будет пройдена намного быстрее. Я помню тот ликование и тот восторг, когда мы демонстрируем модели 1 к 10. В сентябре на выставке на Транс мы представили всему миру это международная транспортная выставка, проходящая в Берлине. Наши подвижные составы, машины, легкий прогулочный типа Unibike и городской пассажирский типа Unibus. И это действительно как бы небо и земля. То есть, можно ли было предположить, что это действительно будет все сделано? Можно ли было предположить, что Unibike будет построен с нуля до завершения буквально за 4 месяца? И этому были поражены те посетители наших стендов, которые посещали, начиная от обычных посетителей выставки и заканчивая министрами, вице-президентами таких компаний, как Siemens. И это действительно оценка. Это оценка мировой, научной, транспортной, инфраструктурной общественности, что никто ни в коем случае не ударил в грязь лицом. И мы выступили очень достойно, настолько достойно, что даже попали в число самых популярных стендов на выставке. Потому что действительно у нас всегда было очень много народу. Это были не только наши активисты. Это были те люди, которые в первый раз узнавали технологии и которые искали серьезные инфраструктурные решения для своих стран, для своих компаний, для своих государств. То есть было два бизнес-дня, которые, я могу сказать, отработали мы просто с лихвой. 23 апреля вы видите уже фактически наполовину построен транспортно-логистический узел, совмещенный с концевой анкерной опорой. Это наше первое строение. И далее уже я хотел бы отметить, что в мае началось параллельное строительство легкой прогулочной трассы. То есть фактически это уже, можно сказать, два направления в мае строилось одновременно. Действительно одновременно. То есть это как раз-таки те Г-образные опоры, про которые я говорил. Вот они представлены на слайде. И вы видите, что это действительно не более массивное сооружение, чем фонарные столбы. Но не намного сложнее, а может быть даже проще. В плане отлаживания монтажа и ускорения монтажа мы может даже достигнем скоростей еще более высоких, чем, допустим, монтаж линии электропередач. То есть когда фонарный столб монтируется и, соответственно, линии электропередач подвешиваются. У нас преднапряженная конструкция. У нас силовые кабели находятся внутри путевой структуры. У нас оптоволоконные кабели и различные частотные радиосигналы находятся также в подвижных составах. То есть фактически вся составляющая, которая обычно подвергается обледенению, каким-то снежным заносам. Что касается пустыни, это песчаные бури. Нас это будет обходить стороной, потому что это внутри очень серьезной, массивной, омоноличенной и преднапряженной конструкции. Задумывались ли вы, почему, допустим, пальмы как стояли, так и остаются на своем месте после цунами, после сильных ураганов. Потому что это тоже преднапряженная конструкция. Да и что говорить, наши кости даже, это также преднапряженная конструкция. Очень сложное сооружение, так скажем. И не менее сложное, так скажем, это транспортные андроиды, которые Анатолий Эдуардович Юницкий создал. Это фактически новое веяние и далеко не электромобиль, но рейсовый транспортный андроид второго уровня. И это сейчас действительно сделано уже в реальности. И что примечательно, дорогие друзья, в 15 июля, вот тоже дату я рекомендую запомнить, либо хотя бы как минимум июль. То есть 29, ладно, без цифр, июнь 2015, начало договора аренды. 1 сентября округляем, это начало строительства экотехнопарка. Май, это параллельное начало строительства легкой прогулочной трассы. И июль, это уже грузовая трасса, также запараллельное строительство целых трех направлений. И далее я хотел бы остановиться, то, с чем мы готовились на выставку и на транс. То есть это реальные машины, не то что промышленные образцы, прототипы, которые нужно будет еще дорабатывать перед тем, как подвесить на струнную путевую структуру, фактически их уже можно весить. Естественно, будет доработка самого экстерьера. Я имею в виду даже экстерьер более электронный. Всю начинку, она будет еще более становиться совершенной и будет становиться все более сложной, но, тем не менее, облегчающей жизнь современному пользователю. Это будет ваше личное мобильное персональное пространство. Мы ввели такой термин, именно как практикующий футурологи Сергеем Анатольевичем, как МПС, Mobile Personal Space. Такая аббревиатура. И это неспроста было так названо, потому что примерно в этом тренде названы другие концепции, которые сейчас уже отживают свое, естественно, МПС-концепция. Все это не то, что заменит, но дополнит, а далее уже это воля и решение естественного технологического отбора, как я называю, то есть естественный отбор произошел в животном мире, и человек, естественно, выиграл эту гонку. Какая технология выиграет гонку в естественном технологическом отборе? То есть либо электромобиль первого уровня, либо все-таки струнный транспорт, то есть транспорт второго уровня, либо вообще будут применять, допустим, летающие машины, в чем я вообще очень сомневаюсь, это все рассудит время. Но мы движемся в строго научной технической школе Анатолия Эдуардовича Юницкого. И я могу сказать, что это подтвердил Министерство транспорта Российской Федерации в виде представления экспертным советам, что в начале, то есть в декабре, в феврале 2016 года, соответственно, нас признали инновационной технологией, перспективной к применению технологии, и уже в ноябре инновационной. То есть это действительно тоже такая серьезная оценка. И вот вы видите те анкерные опоры легкой прогулочной трассы, которые смонтированы были менее чем за 4 часа. И эта скорость строительства еще больше увеличится, потому что наши юнибайки, наши юнибусы будут решать серьезные инфраструктурные задачи, проблемы и делать дополнительную капитализацию современному, допустим, электрическому транспорту, чего не скажешь о гор электротранспорте, который находится в предбанкротном состоянии. В общем, формировать действительно новый рынок, который на сегодняшний день вообще не сформирован, и он абсолютно не занят. Вы видите на слайде уже готовую модель юнибайка. Это модель один к одному. Чуть-чуть на нем мы остановимся обязательно на второй части вебинара. Вы видите экстерьер. Это действительно вот уровень спорткара, уровень даже выше, чем Mercedes, чем BMW. Это не наши слова, это слова самих немцев, которые присаживались, крутили педали с удовольствием на этой великолепной машине. Там есть монитор, сенсорный дисплей. И действительно, по последнему слову электроники, пока что там не применен искусственный интеллект, но обязательно это все появится. И юнибус, который способен перевозить в обычном исполнении 14 человек. И были проведены испытания, что 17 человек зашли в юнибус, даже попрыгали, то есть это фактически полторы тонны. Пол выдержал, все хорошо. Это значит, что действительно вот как только путевая структура будет смонтирована, так как электроника вся уже подготовлена, система мотор-колес подготовлена. Все это поедет уже в абсолютной реальности. Если сейчас, на сегодняшний день, у нас самая крупная инвестиция, это 330 тысяч долларов, то я могу сказать, что не за горами тот час, когда хлынет поток инвестиций на миллионы долларов. И что будет после демонстрации движений, если такие движения начались, извиняюсь за тавтологию, после инотранс, остается только догадываться, остается ждать, ну и, естественно, прорабатывать, готовить почву, потому что мы вам скажем одну интересную очень дату на расширенном технико-экономическом вебинаре, на которую вы сможете пригласить действительно крупных инвесторов, и они останутся более чем удовлетворены той работой, которая планируется к реализации на территории экотехнопарка. Но об этом, обо всем по порядку, мы расскажем непосредственно на расширенном технико-экономическом вебинаре. Ну а я сейчас передаю слово Сергею Анатольевичу Сибирякову, тот, кто более 16 лет уже развивает проект Skyway. Это человек, который в значительной степени повлиял на весь проект, и является учителем у молодого поколения Skyway-щиков, активистов, те, кто присоединились в 2013-2014. Сергей Анатольевич, вам слово. У меня сегодня с комнатой сначала по 20 минут не впускает, а потом все-все с большим-большим торможением работает. Так, друзья, как... Тамара Дорова, приветствую всех. Я тут уже многих знаю просто по Андрею с Екатеринбургой. Я, друзья, уже многих просто знаю и в лицо, и по никам, так сказать. Там, Андрей, я включил права модерирования чатом, потому что у нас в обед, на обеденном, это самое, как всегда, засланцы появились, там несколько человек такие вроде не очень агрессивные, но все-таки там несколько человек пришлось выбросить с вебинара. Поэтому посмотри там, если будут сейчас опять хулиганить засланцев, то их надо лишать прав писать в чате. Я не сторонник отключать чат, я это всегда говорил, и в Перископе мы не отключаем чат, хотя очень много всяких придурков в прямом смысле слова пишут матами, пишут там ругательствами, пишут... Что так сказать? Ну, это, друзья, интернет, свобода, анонимность, поэтому люди могут делать, что хотят, считая, что это безнаказанно. Вот, поэтому, друзья, конечно, как еще Алексей меня тут уже представил таким старым и уже отжившим свое в Skyway-век, конечно, очень тяжело уже после этого что-то говорить. Но действительно, друзья, я слушаю сейчас презентацию Алексея, которые с каждым разом все оттачиваются, оттачиваются, вот настолько они блестяще идут. Вот, а мы как раз не зря, друзья, взяли уже почти год вот эти вот презентации, мы не как попугаи рассказываем одно и то же, все это оттачивается, каждый раз доведение информации, оттачивается именно логика расприятия, то есть, и так как сейчас очень много уже идет презентации на других языках, Алексей свободно владеет французским языком, он очень хорошо говорит по-английски, вот, поэтому уже вот эта логика сейчас начинает работать, и, как уже сказал Алексей, после инотранса, после того, как мы представили именно мировую общественность и новую концепцию транспорта, электротранспорта второго уровня, конечно, с этого момента идут сейчас очень-таки серьезные шаги, серьезные подвижки, и по приглашениям уже на презентации на правительственном уровне, и контакты с крупными инвесторами, сегодня контакты на уровне крупных корпораций, это все, друзья, как раз результат того, что мы с вами проделали, и мы подошли к очень важному этапу, который сейчас на наших глазах будет развиваться просто стремительно, поэтому я с некоторой долей даже, ну, зависти здесь нельзя совсем сказать, мы к этому стремились, мы к этому шли, но, друзья, я многих знаю, кто участвовал в наших одних из первых вебинаров, мы вчера с Алексеем проводили первый вебинар для русскоязычных немцев, у нас на вебинаре было 24 человека, но это 24 лидера, это крупные лидеры, которые пришли уже в проект из многих-многих успешных в Германии проектов, которые устраивали по десяткам тысяч человек структурам, привлекали десятки и десятки миллионов долларов различные проекты, вот, и сегодня они увидели в Skyway точку применения, они сегодня увидели в Skyway перспективу, они в Skyway увидели сегодня надежность, и мы начали вчера вещать, и знаменательная такая цифра, 24 человека у нас было вчера на вебинаре, для меня это крайне важная такая была цифра, потому что первый вебинар, который мы проводили с Анатолием Дуаровичем Юницким, это был февраль, сейчас скажу где-то 2 или 3 февраля 2014 года, и у нас на вебинаре было 23 человека, поэтому все, что больше 23 человек, это для меня уже очень так значимо, то есть с этого как раз все начиналось, с этого как раз, вот так вот, смотри, пошли сейчас регистрации, полезли тут вот эти вот всякие засланцы сейчас, так что сейчас начнут улегать, но это, друзья, к этому надо уже готовиться, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен, и с этими засланцами тоже, сейчас несколько отвлечений такое сделаю, что прошел Анатранс, прошла выставка в Минске, именно по логистике в сфере транспорта, был вице-премьер, был министр транспорта, и что очень замечательно, был корреспондент журнала РЖД Партнерс, это интернет-издание, оно в структуре РЖД, вот, и человек сам приехал своими глазами посмотреть, что как происходит, пообщался, то есть я с ним общался, Антон Дарч общался, вот уехал, и потом вышла статья, друзья, вот, вроде, казалось бы, что РЖД, конкурирующая структура, которая нас сегодня, там, скажем так, официально не признает, потому что они считают, что если нет рельсов, то нету шпалов, то это, соответственно, не может быть считаться железнодорожным рельсовым транспортом. Казалось бы, это конкуренция на уровне дальнейших распределений рынка, там, хозяева, которые есть, но, тем не менее, Александр Солнцев с очень такой светлой, хорошей фамилией написал просто потрясающую статью, которая действительно все правдиво описывает, показывает, все без приукрас, без ничего, то есть, как он их, и эти засланцы из онлайнера, которые, там, буквально, там, перед инотрансом пытались очернить, там, они, кстати, достигли, там, определенных своих целей, и когда я на одном из вебинаров, официально мы им посылали приглашение, что вы засланцы, вы приходите на выставку, вы посмотрите машины, вы постучите их руками и скажите, что их нет, скажите, что ничего не создается, вы приезжайте в Экотехнопарк на уже испытания, ходовые испытания, подвижные, и скажите, что этого нету, вот, так, нет же, друзья, они даже этого не могут сделать, они даже не могут найти все смелости приехать и сказать, что мы посмотрели, ну, может быть, это, но это все равно упадет, или, они за свой язык в одно место и могут только за определенные деньги делать определенные гадости. Это, друзья, абсолютно нормальное развитие, сказать, что это радует, нет, сказать, что к этому относиться можно спокойно, нет, это очень нервирует, он раньше очень долгое время был на нервах, потому что вслед за, в чем вот этого рода всякая публика, какие цели она преследует, не то, что надо очернить и сделать, они начинают всклыхать в людях психически неуравновешенные, самые низменные чувства, и после статьи в онлайнере очень много пошло там, комментарий, там, пошли письма в прокуратуру, в МВД, о том, что Юницкого надо посадить, у Юницкого надо все отобрать, полигон надо уничтожить, что в Беларуси ничего быть не может, что белорусы могут только сажать картошку и никакой технологии они создавать не могут, что все это бред, и всех обманут, и все жулики, понимаете, то есть вот эта реакция, как раз те люди, которые затевают, они-то весьма умные, но играют они на чувствах дебилов, и как раз эти дебилы, которые не в состоянии анализировать, что происходит, не в состоянии показывать или делать каких-либо выводов, они начинают делать, и вот, делать какие-то действия, и, к сожалению, пришлось потом объясняться с уважаемыми людьми, что происходит, и как происходит, почему сегодня инвесторы из 82 стран мира вкладывают деньги в Белоруссию, в экотехнопарк, который находится в Марьиной горке, почему сегодня эта технология везде представлена именно как белорусское конструкторское бюро, почему оно базируется именно в Белоруссии, ну это, друзья, как раз ответы на, вот тут Алексей отвечает уже, будут ли продемонстрировать повороты и так далее, разворачиваться, вот я всегда на такие вопросы задаю, а вы сами как думаете, будут там продемонстрированы повороты, или Юницкий 46 лет создавал только одну дорогу в одну сторону, одну в другую, а там вручную будут разворачивать Юнибайк и Юнибус, просто, друзья, вы когда задаете такие вопросы по своему уровню, вы сами сначала подумайте, когда задавать такие вопросы, будут ли продемонстрированы развороты, будут ли продемонстрированы стрелочные переходы, Будет ли продемонстрировано разноуровневые развязки? Если я вам скажу, что нет, конечно, не будут, а Юницкий построит одну трассу и будет на весь мир это показывать, ребята, вы что смешите-то, чтобы задавать такие? Тем более, этот товарищ, который пишет этот вопрос, наверное, пятый раз задает один и тот же вопрос. Поэтому я хочу задать вопрос. Вы либо умственно не совсем понятный человек, тогда не лезьте в эти проекты. А если думаете, тогда думайте, прежде чем задавать вопрос. Это самый такой хороший совет. Причем дружеский совет, чтобы не выглядеть при этом идиотом, про которых я только что рассказывал. Потому что есть, ребята, искренние идиоты, то есть дебилы, то есть люди, которые умственно не полноценны. Их, к сожалению, очень много. И особенно в интернете, когда люди ничего другого, кроме как что-то хаятилят, они не умеют. Но есть люди, которые их активно направляют. Вот это, друзья, опасные бойцы. Вот те, которые тролли, те, которые... Вот у меня, кстати, сегодня должен был состояться, вот ждал одного звонка. Я тут нашел одного тролля, который там все писал, так называемые умные статьи. И попытался сегодня его выдернуть на разговор. Но, наверное, напугал, сказал тем, что я буду наш разговор транслировать в Перископе, в прямом эфире, чтобы ты свои аргументы разговаривал не только мне, а я буду писать разговор, но при этом еще показывать в Перископе. И этот так называемый умный тролль все-таки спрыгнул с такой вот. Поэтому тоже, друзья, обращение такое, что если найдете вот такого рода деятелей, и которые хотят действительно выйти в прямой эфир, которые могут выйти в прямую, скажем так, оппонирование и высказывание своей точки зрения, друзья, давайте приглашайте. Я думаю, что даже на вебинар как-нибудь позовем такого, чтобы он аргументированно что-то попытался высказать. Не оголтел и кричат, что у вас все рухнет или вы всех обманываете, а чтобы реально люди попытались аргументированно что-то делать. Но это, друзья, как отличение. А для новичков, друзья, вы, наверное, уже заценили, посмотрели, увидели, что Skyway – это действительно сегодня явление. Skyway – это сегодня активно развивающийся, наверное, самый развивающийся интернет-проект в пространстве, что сегодня у него уже сотни тысяч сторонников, уже порядка 500 тысяч, кто подписан и регулярно получает информацию. Более 100 тысяч уже инвесторов, которые сегодня идут. Это проект, который обсуждается на уровне правительств многих государств, которые сегодня рассматривают. И это проект, который сегодня переходит в стадию уже от декларации к демонстрации. И если говорить этапами развития проекта, то из 15 проектов пройдена половина. Сегодня буквально неделю осталось завершение седьмого этапа. Каждый этап сопровождается снижением венчурной премии в виде дискаунтов, которые выплачивает компания на вносимые инвестиции. Соответственно, мы сегодня активно подошли к тому. И здесь логика очень простая. Мы ее всегда говорим. И для новичков вы должны понимать, что у нас было вот это разгонное, или очень сложное, если говорить языком технологических укладов, эмбрионное состояние развития технологий, когда она развивалась внутри. И то, что происходило, знали только очень ограниченный круг посвященных людей. В основном это инженеры и те, кто управляет проектом. Сегодня происходит стадия, когда проект из эмбрионной стадии переходит уже в стадию развития. Когда он станет очевидным всем. Когда начнутся уже обсуждать вопросы применения этого проекта. Когда станут обсуждаться уже вопросы возможностей, заложенные в технологии. Соответственно, это выход на новый уровень, когда он из стадии этого не может быть, переходит в стадию, что это и так все понятно. Вот, то есть, соответственно, эта стадия, которая сегодня наступает, она характеризуется уже другой доходностью, кто участвует в проекте, другими премиями, которые сегодня компания вознаграждает тех, кто входит. Она другими рисками для инвесторов. И логика здесь одна, что крупные инвестиции должны входить на все более и более низкие дисконты. И когда будет уже активная стадия инвестирования в проект, когда будут приходить уже сотни миллионов долларов, естественно, они будут приходить совсем на другие дисконты. Это даже не десятки и даже не десять раз. Не один-десять. Это будут совсем другие дисконты. И это, друзья, абсолютно справедливо. Справедливо для тех, кто вошел в проект и поддержал проект. И на основной работе этих людей мы именно пришли к тому, что сегодня можем показать. Это те, кто рисковал и брал на себя ответственность, когда еще не было конструкторское бюро, а только декларировалось Юницким, что я создавал до этого не раз конструкторское бюро и сейчас создам. Но я не раз уже строил экотехнопарк и сейчас построим. Мы создавали производство, еще раз создадим. А сегодня, друзья, уже та стадия, когда создано конструкторское бюро, получена земля, найдено активное строительство, идет развитие производственной площадки своих мощностей, идет изготовление машин, идет изготовление путевых структур, идет монтаж и остались буквально считанные дни и недели, когда начнутся ходовые испытания. Это, друзья, уже будет такая жирная точка в том, что технологии есть. Естественно, что как потом будут очень много вопросов, вот как сейчас я не зря же отреагировал на это, а как будут устроены стрелки, а как будет это, порвется, не порвется, а как у вас будет на скорости 100, потом 200, потом 300, потом 400, потом 500, потом 800, потом 1000 и так далее, друзья. И эти вопросы будут постоянно, и наши недоброжелатели будут постоянно говорить, что ладно, вы это сделали, а вот вы следующее не сделаете. Но, друзья, всегда будет увеличиваться как раз наша армия последователей, сторонников, которые будут постоянно говорить, что тогда декларировали и сделали, значит и сегодня декларируют и сделают. И здесь как раз, друзья, нас можно обвинять в чем угодно, то есть обвинение сегодня в интернете о том, что мы в фотошопе рисуем сегодня стройку экотехнопарка, что сегодня это все выстраивается в финансовую пирамиду и не идет никакой работы, что конструкторское бюро, это студенты, которые наняты для съемки и так далее. Очень много всякого Будды и Биллиберды идет в интернете, но, друзья, когда демонстрируются на высочайшем уровне мировой выставки инотранс в Берлине машины, когда эта выставка и наш стенд просто производят фурор, когда правительство целых государств говорит, что мы будем менять стратегию развития транспортной инфраструктуры целого континента, исходя из этой технологии. Это, друзья, говорит о том, что такие доказательные аргументы можно привести только реальной работой. И эта работа сделана, эта работа сегодня активно развивается, и это благодаря краудинвестинговой системе, которую мы с вами, друзья, все вместе отстроили, которую мы сегодня все активно развиваем, и, соответственно, благодаря которой сегодня идет развитие проекта SkyWay. Я думаю, что ни у кого нет сомнений, что SkyWay вышел на новый уровень, ни у кого нет сомнений, что он будет развиваться дальше. При этом, друзья, мы постоянно повторяем и не перестанем повторять в ближайшее время, что SkyWay сегодня это венчурный проект, высоковенчурный, причем стопроцентный венчур. Сегодня мы отвечаем, и Юницкий, как инженер, показывая ряд технологических решений, приоткрывая ряд ноу-хау, он показывает, что технологии существуют. И первый ответ сейчас это изготовление электромашин второго уровня, потом их ходовые испытания, потом определенные характеристики, которые уникальны для сегодняшнего и городского, и массажирского, грузового транспорта. Вот, соответственно, потом будут открываться и показываться ряд других преимуществ технологии SkyWay. Поэтому это то, что сегодня в Эко-технопарке имеет начало, но не имеет конца. Соответственно, когда начинают спрашивать, когда Эко-технопарк начнет работать. Я вам, друзья, по секрету могу сказать, что Эко-технопарк начал работать в июне прошлого года. То есть, когда начало строиться первое заграждение, когда начали высаживаться фруктовые сады, и когда действительно он стал превращаться в Эко-технопарк, и сегодня это образцовое, скажем, такое хозяйство с точки зрения сельского хозяйства. Тысячи деревьев, газоны, все очень аккуратно подстрижено и очень аккуратно выглядит, хотя год назад это танковый полигон. Там идет монтаж пересадочного узла на 20 миллионов пассажиров в год. Там идет монтаж путевой структуры, по которой будет перевозиться до миллиона пассажиров в сутки скоростной системы. Там идет монтаж питьевой структуры уже сегодня, который будет перевозить сыпучие грузы до миллиона грузов в сутки. Это тоже, друзья, то, что будет со временем продемонстрировано, показано. Не все сразу. Поэтому еще в Эко-технопарке будут показаны десятки, сотни и тысячи различных вариантов, будут показаны тысячи всевозможных технических решений, которые будут работать в различных условиях, климатических условиях, природных условиях с точки зрения выполнения задач, которые есть перевозка пассажиров в различных условиях. Это все, друзья, будет продемонстрировано, и окончание этой работы, наверное, не будет никогда. Во всяком случае, на ближайшей обозримой перспективе в 100 лет это окончание иметь не будет. Поэтому, друзья, обычно мы заканчиваем для тех, кто только входит в проект, что, друзья, вы должны понять и признать мысль о том, что за последние 15-20 лет жизнь изменилась радикально. Надо признать то, что за ближайшие 10-15 лет жизнь изменится еще более радикально. Если интернет убрал границы в информационном пространстве, если он сделал доступным с точки зрения получения информации практически любой уголок Земли, а еще буквально несколько лет и не останется ни одного места, где не будет бесплатного Wi-Fi, над этим работают сегодня крупнейшие компании, то Transnet изменит жизнь более радикально, еще более радикально. Это очень тяжело сегодня, друзья, представить. Мы будем шаг за шагом постепенно вам рассказывать. Для этого мы с Алексеем создали Международную ассоциацию практикующей футурологии, которая будет рассказывать и показывать, что вас ожидает в ближайшее время, как мы будем с вами строить свой быт, как будет меняться окружающее пространство вокруг нас, потому что сначала это надо представить для того, чтобы потом туда двигаться. Потому что более радикальные изменения, чем внес смартфон, сегодня представить тяжело. Но тем не менее, друзья, мы идем в еще более интересный мир, мы идем в еще более интересные решения, которые нас ожидают. И здесь я, как практикующий футуролог, могу сказать, что мне это время нравится, мне нравится, что нас ожидают. Я хочу, чтобы это время пришло. Я хочу, чтобы те технические решения, которые сегодня создаются, инженерной школы Анатолия Орченицкого, как можно больше и быстрее вошли в наш мир, и мы стали этим пользоваться. Я хочу, перемещаясь сегодня, заниматься фитнесом, я хочу сегодня получать те услуги, которые дает сегодня возможность информационного пространства, которое будет создавать Транснет. И это новый мир, который сегодня мы с вами делаем, именно благодаря развитию технологической компании. Мы не играем ни в какие сложные политические вещи, которые от нас не зависят. Нет, друзья, у нас один девиз, вы его слышали, что строй SkyWay, спасай планету, и второе, мы объединяем мир. Поэтому, друзья, кого эта информация удовлетворила, и вы приняли решение больше не находиться в проекте SkyWay, с тем я, друзья, прощаюсь, это ваше право. Я думаю, мы все равно все встретимся, хотя бы как потребители технологии SkyWay. А, соответственно, с остальными, как всегда, друзья, по традиции, у нас буквально 3-5 минут перерыв, где мы покажем наиболее интересные ролики и сюжеты, которые прошли, и дальше уже расширенный технико-экономический вебинар. У нас есть сегодня, друзья, очень много, что обсудить и сказать, потому что время спрессовывается, результаты утверждаются, а мы, соответственно, с вами выходим, все, друзья, на новую и новую, тут даже трудно сказать, финишную прямую или новые горизонты, друзья, но покой нам только снился. Все, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы на Патриаршном пройду, в гостях у Екатерины Волковой, это актриса театра, кино, у нас хорошие новости, Екатерина, покажи. Екатерина присоединилась к нашему проекту, тоже стала акционером. Кать, расскажи, почему присоединилась, где узнала? Я увидела презентацию Skyway, так как я сама автомобилист, я очень много передвигаюсь по миру, как актриса и съемки, и гастроли в театре, поэтому не всегда ты предпочитаешь самолет. Я очень тяжело переношу такие много перелетов, и все время я думала об альтернативе, именно чтобы это не было так долго, как поезда, чтобы это было, чтобы ты мог через 5 часов оказываться совершенно на другом, куда вы. сэкономить время, да, мы все сейчас такая скорость жизни, и мы не успеваем за ней зачастую. И я увидела как раз вот этот идеальный вариант решения всех транспортных просто передвиг. Ну ты еще в центре живешь Москвы, здесь, наверное, с пробками с этим. Да, ну вот эти пробки бесконечные, и потом я как автомобилист вижу, что интересы автомобилистов московских сейчас, как бы сказать, задвигаются, да, и как бы сейчас пешеходы выигрывают интересы, а тем не менее проблема транспортного коллапса не решена. Так вот, это идеальный вариант решить эту проблему. И это, я не знаю, памятник надо ставить этому ученому Юницкому, который это все придумал, я просто считаю, что государство вообще обязано поддерживать такие проекты, потому что все сейчас заинтересованы. Я не представляю, сейчас начнется сентябрь, новый учебный год, и мы встанем все в пробки, в Москва встанет в пробках, и бедные наши дети, которых мы вынуждены, я и сама мать троих детей, мы вынуждены, кроме школы, давать еще дополнительное образование, а это не всегда находится в одном месте, не всегда в центре. Кто-то хочет, понимаете, ребенок мечтает в Олимпиаде участие, это нужно вводить в специализированные секции Олимпийского резерва. Вы представляете, как бы родителям, у которых много детей, и в нашу транспортную ситуацию в Москве, да и не только в Москве, в всей России. Пожелаешь что-нибудь всем участникам проекта, их больше трехсот тысяч? Я желаю всем присоединяться к этому гениальному, повторю, проекту. Я приглашаю всех верить в это и общими усилиями говорить об этом всем, чтобы все знали, что есть идеальное решение транспортного коллапса. Ну все, спасибо. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня предлагаем вашему вниманию интервью с человеком, который уже вам знаком. Он нам когда-то рассказывал о том, почему именно финский металл был выбран для рельсов и путевой структуры SkyWay. Итак, наш гость сегодня Юрий Алексеевич Кощук, главный конструктор управления инфраструктурой. Очень сложно.